МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня есть оптимизм, но очень осторожный, о встрече трехсторонней контактной группы в Минске. Сначала было заявление российского президента и правительства, руководителей России, и это был ответ на заявление лидеров так называемых ЛНР и ДНР о том, что они готовы начать быстрое прекращение огня. Сейчас очень важна поддержка ОБСЕ, в частности, в вопросе мониторинговой миссии. Это огромный вызов, который стоит перед нами в рамках важных политических переговоров. По итогам сегодняшних переговоров трехсторонней контактной группы в Минске могут быть подписаны очень важные документы. Об этом заявил посол Беларуси в Украине Валентин Величко. Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе начнутся в 2 часа дня. Сейчас в столице Беларуси ожидают прилета второго президента Украины Леонида Кучмы и посла России в Украине Михаила Зурабова. А вот кто будет представлять ОБСЕ, пока неизвестно. Украина поднимет вопрос о вступлении в Североатлантический альянс после проведения необходимых для этого реформ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пересконференции с генсеком НАТО Андерсом Фокрасмуссеном по итогам заседания комиссии Украины-НАТО, прошедшем в Уэльсе. Также Порошенко сказал, что военный блок может поставить Украине высокоточное оружие. В свою очередь Андерс Фокрасмуссен заявил, что страны-члены альянса предоставят Украине 15 миллионов евро и будут поднимать украинский оборонный сектор до уровня НАТО. Украина и НАТО договорились о тесном сотрудничестве. А отдельные члены организации предоставят Киеву военно-техническую помощь. Например, высокоточное оружие. Это главные итоги первого дня саммита альянса в Ньюпорте и участия в нем президента Украины. Также страны НАТО помогут Украине с реабилитацией раненых военнослужащих. Наиболее влиятельные члены НАТО и их лидеры продемонстрировали решительную поддержку Украины. Отдельная часть будет уделена военно-техническому сотрудничеству. И также в декларации будет указано, что НАТО поддерживает двусторонние решительные действия стран-членов в обеспечении военно-технической поддержки для Украины. Я думаю, что это именно то, чего мы ожидали. НАТО создаст для Украины четыре трастовых фонда. Они поспособствуют решению вопросов логистики, коммуникации, киберпреступности, социальной реабилитации раненых. Также альянс поможет Украине модернизировать систему связи и информатизации вооруженных сил. В Минобороны также отмечают, что в настоящее время о готовности возглавить реализацию проекта заявила Великобритания. Мы живем в очень сложном и опасном мире. Мы видим шокирующие действия России на востоке Украины. И в этой ситуации альянс просто обязан играть ключевую роль в обеспечении коллективной безопасности. Тем временем Россию генсек НАТО обвинил в прямой агрессии против Украины. Россия в настоящее время борется против Украины в самой Украине. Российские войска и танки атакуют украинские силы. И в то время, когда разговор заходит о мире, Россия не делает ни единого шага навстречу, чтобы сделать этот мир возможным. Вместо деэскалации, кризиса Россия только усугубляет его. В совместном заявлении комиссии Украина-НАТО идет речь о том, что Россия своими действиями в отношении Киева грубо нарушает международное право. Союзники поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и резко осуждают аннексию России и Крыма. А также сознательную дестабилизацию ситуации на Донбассе. В ходе саммита США и Евросоюз договорились о необходимости расширить санкции против России. Президент Обама привержен идее наложить новые санкции на Россию в надежде, что это приведет к прекращению огня, отступлению российских войск с территории Украины и закрытию границ. Вот наша цель. Это далеко не все важные решения, которые ожидают от Ньюпорта. В течение второго дня саммита примут и ряд других в поддержку Украины. Какими они будут, узнаем уже сегодня. Эмилия Денежная, Александр Мужичук, БТБ. В зоне боевых действий на Донбассе наиболее напряженная ситуация складывается на севере Луганской области, в районе Донецка и Дебальцево, а также в направлении Новоазовск-Мариуполь. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. Ночью украинские силовики нанесли удар по базовому лагерю противника в районе Веселого. Уничтожены три вражеские гаубицы и более ста боевиков. Российские оккупанты обстреляли позиции и блокпосты украинских военных в районах станицы Луганской, Никишина, Стукаловой Балки. Продолжаются обстрелы наших военных из территории России. Продолжаются обстрелы позиций вооруженных сил Украины со стороны Российской Федерации. Так, с применением ракетной системы залпового огня «Смерч» были обстреляны пехотинцы близ населенного пункта Нижний Менченок. С градов обстреляны позиции украинских солдат возле поселка Макарова. Одновременно Россия продолжает сосредотачивать и наращивать свои военные подразделения в северных районах Крыма. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его словам, на аэродром в Джанкое перебрасывается в вертолетная техника. На протяжении последних суток часть мотострелковых и артиллерийских подразделений была выведена из полуострова через Керченскую переправу на территорию Федерации. По предварительным данным, для дальнейшей передислокации в Ростовскую область границы с Украиной. В восточных районах Мариуполя с утра слышны мощные залпы орудий и взрывы. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, бой идет с применением боевиками тяжелой артиллерии. Из домов на окраинах города видны залпы из градов. Напомню, накануне, вооруженные силы Украины отбили атаку противника на Мариуполь. Российские оккупанты пытались прорваться со стороны поселка Безыменное в сторону Широкина. Наемники обстреляли места дислокации украинских военных с артиллерией и градов. Есть жертвы среди мирного населения, сообщили в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Во время боевых действий Без Широкина бойцы батальона «Азов» уничтожили Урал с личным составом террористов. В результате пять силовиков были ранены. На помощь «Азову» отправились и бойцы батальона «Донбасс». Об этом сообщил командир подразделения Семен Семенченко. Таким образом, силы АТО принимают меры для предотвращения прорыва противника в Мариуполь. Пять человек погибли и девять были ранены в результате артиллерийских обстрелов в Донецке. Об этом говорится на сайте Горсовета. Ночь в городе прошла неспокойно. По всему Донецку были слышны мощные залпы из тяжелых орудий. Артобстрелом подверглись три района. В Петровском из-за попадания снарядов повреждена крыша жилого дома, полностью уничтожены гараж и четыре хозпостройки. В Куйбышевском повреждены два многоэтажных дома и детское отделение больницы номер 21. В Киевском районе повреждены четыре многоквартирных дома. Сейчас обстановка в городе остается напряженной. Общественный транспорт и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Судьбу военнослужащих в зоне АТО отныне можно узнать в новосозданном центре помощи гражданам в вопросах освобождения пленных, заложников и поиска пропавших без вести. Он сформирован на базе службы безопасности Украины. Возглавил новую структуру заместитель главы СБУ генерал-лейтенант Виталий Яловенко. Первый прием в центре пройдет 6 сентября в 11 утра при участии главы ведомства Валентина Наливайченко. Кроме того, в службе безопасности планируют создать единый реестр патриотов Украины, которые были ранены или погибли за Украину в зоне АТО. К созданию такого списка планируют привлечь общественные организации и волонтеров. Но эту инициативу должны поддержать и в парламенте. Российские солдаты воюют и гибнут на Донбассе. Это признал даже рупор Кремля, первый канал России. В новостях сообщили о прошедших в Костроме похоронах десантника Анатолия Травкина, который участвовал в боях на востоке Украины. На Донбасс он отправился месяц назад, где и погиб. Официально солдат взял отпуск в части, в которой служил. Также первый канал осветил акцию памяти российского военного Сергея Ждановича, который погиб в мае за Донецкий аэропорт. Дмитрий Медведев передал российской армии мобильные крематории. Об этом заявила российская правозащитница и основатель группы Груз-200 Елена Васильева. По ее информации, армия получила шесть машин. Очевидцы утверждают, что видели одну из них вблизи украинской границы, в Ростовской области. Действительно ли там есть передвижные крематории, точно неизвестно. Однако правозащитница предполагает, что Кремль мог пойти на такой шаг, чтобы скрыть гибель российских военных в Украине. По данным Елены Васильевой, в Украине погибло более 2,5 тысяч российских военных. Евросоюз готов закрыть доступ российским нефтяным компаниям на рынок капитала, пишет Financial Times. Согласно документу, одобренному Еврокомиссией, новые санкции Брюсселя предусматривают такие меры. Ограничения коснутся государственных нефтяных компаний, активы которых превышают 1 триллион рублей. Таким образом, санкции могут ударить по Роснефти, Газпромнефти и, возможно, Транснефти. При этом частные компании, такие как Лукоил, под ограничения не попадут. Напомню, в июле Роснефть уже попала под санкции США. Москва снова испугалась нашей кондитерки. Роспотребнадзор приостановил ввоз сладостей из Украины. На сайте ведомства сообщается, что при исследовании кондитерских изделий нескольких торговых марок якобы выявлены нарушения требований российского законодательства в области защиты прав потребителей. В частности, речь идет о требованиях к маркировке продукции. Напомню, за последние месяцы Роспотребнадзор ввел запреты на ввоз украинской плодо-овощной продукции, рыбных консервов, а также сока. Под запретом также поставки из Украины свинины и продовольственного картофеля. Канада выделит Украине 1 миллион долларов в рамках помощи НАТО. Власти страны предоставят эту сумму через трастовые фотоальянсы. Деньги пойдут на усовершенствование коммуникационных и компьютерных возможностей Вооруженных сил Украины, а также на применение стандартов НАТО. Кроме того, Оттава выделяет по 1 миллиону в пользу трех европейских центров Альянса, кибер- и энергобезопасности, а также стратегических коммуникаций. Такие меры должны помочь сдержать российские операции в Восточной Европе. Япония выделяет Украине 300 тысяч долларов гуманитарной помощи. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. Часть этой суммы поступит через Международный комитет Красного Креста. Еще часть через Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Напомню, ранее Южная Корея также приняла решение выделить полмиллиона долларов на гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Ну и пока на этом все. Еще увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова